Раньше во все века лечили людей, бабушки, дедушки наши, они же как-то это все делали, видели и смотрят на человека ровно и видно, во-первых, вперед наклоняется, это проблема с поясницей, во-вторых, плечо вот это выше, сразу видно, да, и шея на руку наклонена вот сюда, кривошея называется. Сюда, подойдите, все видно, с этой стороны. Прямо конкретно вбиваешься, да, вбиваешься, значит, в складочке, да, в складке можно посмотреть, пока человек в одежде, например, в майке, да, можно вот поставить его, так вот, как солдатика, чтобы он проходил, ноги высоко поднимая. Как раз, как у скелета, таз назад отведен. Ну, как у скелета, да, получается. И по складкам на майке тоже там видно, да, как они ходят незавномерно. Так, все, пока стоим. Значит, у нас первое подозрение, что это сколиоз. Раз поднимусь это плечо, по идее, предположим, таз должен подняться, да, как минимум, организм сам себя выравнивает, пойдет, сообразно сколиоз вытагает. Вот, но не обязательно, бывает сколиоз односторонний, да, ну, чаще сообразно, то есть двухсторонний. Компенсионатурный скелет себя выравнивает. Это вот поясница, если в эту сторону, то грудной отдела в эту сторону, да. Но, соответственно, шея, она, по идее, тоже не будет на боку находиться. Значит, третий изгиб будет в шее. И, как минимум, у нас всегда организм отвечает вверх и вниз, в противоположной фазе. Если хотя бы один позвонок вверху повернут, да, например, атлант, то как можно ниже, там, L5, L4, L3, они могут быть повернуты, соответственно, влево, в противоположную сторону. И также отдельно и грудная отдела, да, если тут один вправо, один будет влево повернут. Далее подтверждение, что сколиоз, можно вытащить язык широко, вот так. Мы смотрим на вот эти вот бугорки, да. То есть, получается, чем ниже эта голова, да, тем выше туда, то он ближе к пояснице. Видно, что вот этот бугорок выше, да. Соответственно, все, готовый язык. Соответственно, скорее всего, вот тут будет в пояснице правосторонний сколиоз. Что нам подсказывает, что если тут лево-сторонний, то тут правосторонний. Что, по идее, да, по логике должен быть. Теперь можно с закрытыми глазами поставить человека и прямые руки сведи ладонями вместе друг к другу. Сейчас, хоть сведи, оставляй. Отпускаю, пускаю, глаза можно открыть. Смотрим по длине пальцев. Ну, почти одинаково, да, вот немножко. Вот с этой стороны правая рука выше, да, получилось. Правая рука, да. Что немножко нелогично в данном случае, потому что если сколиоз левосторонний, да, в грудном отделе, то, по идее, вот это плечо, оно выше. Оно сюда, разверненько, да. По идее, должно быть вот так вот, да. Ну, может быть, ты подготовился, может быть, ты как-то специально на петанжал, да. Ну, и вот недостоверный способ. Вот, точно. Так, мы так получим, да, вот это, да. Точно, да, специально на петанжал. Опускай руки. Я не пользуюсь движением, сделаем, не контролируем. Да, ну, может, можно контролировать себя, может, еще как-то, да. Потом складываем руки вот так на груди. Смотрим по расстоянию вот этих вот. Отверстие, да. Отлично или нет. Плохо видно, но видно, что локоть больше выпирает, да. Видно. Видно, видно, да. Все, опускай руки. Соответственно, по ключицам, да, смотрим. По высоте. Либо листики, бумаги кладем, да. А видно, видно. Человеку показываем в зеркало, да, вот ты видишь, насколько у тебя. Ну, как бы, до процедуры и, там, после серии процедур, насколько выровнялось. То есть, это как показатель, да. Либо стойте сзади него, там, в черной одежде, как он еще, чтобы он трастом видел, да. Ну, в любом темном одеянии, чтобы он видел, да. Теперь, спиной передом, попробую сложить руки вот так, за спиной. Нет, нет, получится. Вот тогда, вот так. Вот, получится. Вот так, да. Угибаешься. Фудольные, ловни, своди. Тяжело, да? Нет, да. Почек. Вот смотрим, опять, по вот этим расстояниям, да. Вот здесь больше не шили, да. А, я думаю, здесь больше, чем на чем. Если я рука не даю, то почему. А, тут причем ему не дают, да. Ну, по идее, смотрим по вот этим расстояниям, да. Все, опускай руки. Так, тяжело стоять, так, да? Да, нормально. Церковь, включительно тяжело. После полушады на меня. Так, да. Теперь проверяем по вот этим ямочкам, да. Они, ну, прежде всего, они должны быть симметричны относительно оси, да. Вот позвоночник идет со складкой между пол, прямая линия, да. Можно по мастерам нарисовать. И вот эти ямочки, давайте, кстати, нарисуем. Они тебе немножко нарисуем, ладно? Хорошо. Это асимметричность тела называется, асимметричность. Вот видно, расстояние здесь короче, здесь больше, да. Это чуть выше, это чуть ниже. Наше положение было, что вот этот гребень подушек костей будет выше, да. Сбоку прицеливаемся, проверяем. Оказалось, нет. Оказалось, вот это выше. Низь, плечо выше здесь, да? Да, и плечо это выше здесь. Что, да, что как бы нестандартно, по идее, должно быть наоборот. То есть, при сколиозе... Примерно покажу. Как там мышцы? Скажем, при правильном сколиозе... Вот крестец. Если один таз повернут вверх, да, то предположим плечом будет повернутся вверх. С-образный позвоночник вот так будет у нас находиться, да, и в шее вот распрямляться вот так. В эту сторону, ну, это как бы идеальный сколиоз, не бывает идеальный, как это будет, да, бывают односторонние, например. По какой-то причине, либо врожденные ноги там могут быть равны разной длины, да, либо там что-то еще там с тазом, то есть крестец может быть там пополнял в другую сторону, да, здесь относительно. Соответственно, это влияет на высоту ног. Вот пошли стопы, соответственно, такая пяточка, да, и здесь. Вот здесь. Вот и там получается. Вот так, да. Что с нас получилось? Так, чуть подрисуем. Вот линия, вот линия пошла блохом, да. Соответственно, будет искажение в коленях и в пятках, то есть нога, это получается, удлинилась, да, но опор обземный-то должен быть на одной горизонтали, поэтому подворачивайте пятку, как правило, внутрь подворачивается. Плечи пошли в противоположную сторону. И наше воздействие будет какое? Соответственно, нам надо будет давить на таз с этой стороны, на сквозок в грудном отделе с этой стороны, да, ноги вытягивать с этой стороны, все целиком, да, и вправить пятку с этой стороны. Получается, что у нас мышцы укорочены вот здесь, вот здесь будут укорочены, вот тут будут укорочены, да, все получается как бы с одной стороны, да, то есть в гипертонусе они будут, да, нам их надо будет расслаблять. А вот эти мышцы, наоборот, надо будет напрягать. То есть они в гипертонусе, они перерастянуты, и они могут быть наоборот. Ну сами видите, они такие длинные получаются, да. Вот проверяем теперь, да, вот эти точки. Как я вам говорил, что относительно крестца, крестец, да, вот это вот таза, они могут поворачиваться. Соответственно, да, если вот тут ноги по бокам, да, то, соответственно, при повороте таза вверх, получается, нога укорачивается. Но это еще вопрос. Эта нога укоротилась или эта удлинилась? Это из-за чего надо проверить. Так, ну, сначала про... А, уже рисуем. Да, опять же, мне пальчишку покажет. Теперь проверяем, соответственно, накладываем на эти косточки пальца, а тут на боковую поверхность. И просим человека, напомню, шею доключить. И сгарбливаемся дальше, скручиваемся вниз, 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 насколько получается. Руки висят, плечи висят. Вот стоп, 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 все. Смотрим вот как в прицел, да, с какой стороны, ну вот видно, да, немножко с этой стороны больше позвоночника. Как правило, как я говорил, это с ротацией идет, да, то есть, по идее, должны были бы с этой стороны повернуться боковое отверстие, и получается рёберная дуга тут увеличена. Ну, этого сейчас нет, да? Ну, конечно, его уже проработали. Подвигайся, нагибайся ещё ниже, насколько можешь. Сейчас это какие, да? Стоп, стоп. Вот теперь вот эту часть смотрим, да? Здесь видно, что немножко рёбры вот в бок ушли. Дальше. Ну, посмотрите, вот в него, да? Верх не помят, но зато вот тут выбирают с этой стороны. Нагибайся, насколько можешь максимально. Кстати, это смотрим вот здесь, и вот эти косточки, где поднялись выше. С этой стороны. Теперь плавно поднимайся вверх. Это мы глазами смотрели, да? Поднимайся, поднимайся, поднимайся. А здесь вот щупаем пальцами. Расправляйся полностью, полностью. Больно? Расправляйся, расправляйся, расправляйся до конца. Смотрим, как ходят вот эти вот точки. Давай ещё раз нагибайся. Давай ещё раз нагибайся. Вот, поставь немножко. Всё равно они сдвинуты на такой позе. Смотрите, вот они по высоте выровнялись. Опускайся. В смысле, поднимайся, поднимайся вверх. Да. Вот получается вот этот таз, он больше уходит. Сначала, ну, я пальцем прощупал. Они сначала при наклоне одинаково уходят, да? А потом это догоняет и ускоряется, и уходит выше. Ну, это ещё не всё. Надо ягодицы расслабиться, можешь? Вот теперь щупаем нижнюю часть к поддошной косточке. Вот она. Это... Вот эта кость. Напряг. Расслабься. О! Ну, да, перемещаться на одну, на другую, да? Для расслабления, да? А, для расслабления. То есть, вот они, где крепятся, да? Вот эту косточку мы щупаем снизу. То есть, вот эти пощупали по высоте седа, да? Вот тут пощупали, а теперь снизу. Так. Переломы вставали. Расслабься. Расслабься. Вообще, вторую, да, здесь расслабь. А две одновремена сможешь расслабить? Расслабься. Вот, вот. Тоже такая же. Да, получается. Ну, здесь почему-то ниже. Где-нибудь туда попал, дожило проникнуть в данного человека. Еще, еще, еще. Невольно? Здесь чувствуется. Здесь расслабься ягодицы. Левую, левую. Не хожу. Вот, я держу, да? Ты стоишь на левой ноге и поднимай правое колено вверх. Я тебя держу, держу, не подержь. Поднимай, поднимай. Духовец. Опускай вниз. Поднимай вверх. Опускай вниз. По логике вещей, когда он поднимает колено, она должна ходить вниз. Опускает, вверх поднимается, да? У него практически на месте стоит. Здесь держит. Да, ну что-то там, что-то его там держит. Опускай. Теперь вставай только на правую ногу. Просто, не, подожди, подожди, просто стой, просто стой. Кокодицы расслабили. Проверяем с этой стороны. Я не могу ее нащупать, да? С нижней, нижней. С нижней. Немножко. Там у нас какая-то. Парень. Вообще не могу еще быть. Так, давай вот эту ногу поднимай вверх. Вот, тут опускается у нас самая костышка. Куда поднимай? Опусти, подними. Здесь подвижность хорошо. Хорошо ходит, да? Значит, мы предполагаем теперь, да, одеться, что здесь подвижность есть. То есть, на самом деле, здесь он так правильно стоит. Неправильно, а вот это стоит. То есть, вот это зажав. Тогда проверяем дальше. Попросим тебя лечь на спину до головы в сторону.